Раньше государственные расходы на медицину отслеживал напрямую госконтроль, но в 2013 году со ссылкой на защиту личных данных госконтроль этой функции лишился. Теперь получить данные госконтроль может только при посредничестве инспекции здоровья или национальной службы здоровья, которые в свою очередь находятся в подчинении Министерства здравоохранения. В 2013 году депутаты Сейма дружно, в полном составе проголосовали за поправки к закону о правах пациентов и исключили госконтроль из списка тех организаций, которым доступны данные о диагнозах пациентов. При этом в списке остались Трудовая инспекция, Общественная организация, Латвийское бюро по страхованию транспортных средств, Министерство юстиции и Национальные вооруженные силы. Поскольку у нас в стране действует принцип, что деньги следуют за пациентом, то контролировать медицинскую отрасль остались только подразделения, подчиненные Минздраву, Инспекция здоровья и Национальная служба здоровья. Глава госконтроля Элита Крумени говорит, что процесс по лишению доступа учреждения к данным пациентов начался еще в 2008 году после проведенной ими масштабной проверки больниц. Мы работаем с классифицированной информацией НАТО, мы работаем с документами сверх высшей секретности. У нас очень большие требования со всеми секретностями, и мы умеем с этим работать. И тогда, конечно, появляется вопрос, почему нет этого желания, чтобы государственный контроль Латвии проверял, как используются средства здравоохранения. И особенно этот вопрос, я думаю, актуален и сейчас, когда мы знаем, что 200 миллионов приходит в следующем году кошелек здравоохранения. И тогда опять же надо понять, что только добавление денег еще ничего не решает. Если эти деньги не будут использоваться так, как надо, ну тогда польза от этого будет очень маленькая. Бывший министр здравоохранения Гунт Исбелевич говорит, что пытался вернуть госконтролю утраченное, но безуспешно. Были годы после независимости, когда государственный контроль имел право посмотреть данные пациента, сенситивные, в том числе и заглянуть в истории болезни, и посмотреть, действительно ли был тот имплант имплантирован, или эта процедура проведена, или это лекарство действительно назначено пациенту. Потом, причем это на уровне закона, потом парламент это изменил, и только инспекции здоровья имеют сейчас это право. И я предпринимал попытку вернуть обратно это право госконтролю, но за свои 19 месяцев в должности это мне не удалось. По мнению бывшего министра, сейчас сложилась ситуация, когда латвийская медицина полностью лишена какого-либо контроля со стороны, а внутреннего контроля инспекции здоровья явно недостаточно. Об этом, по его мнению, ярко свидетельствует случай отстранения главы инспекции здоровья Ая Мешларги министром Андой Чакшей за проверку ее бывшего места работы. При том, что злоупотребление больниц, по его мнению, стали выходить за рамки приличия. Один из случаев, очень распространенный повсеместно почти, что больницы выставляют счет государству за непроведенные услуги, не оказанные услуги, или за услуги, оказанные в меньшем объеме, выставляется счет в большем объеме, или, что тоже распространено, в платном амбулаторном секторе человек оказывает услугу за его деньги, и потом по поводу этого же пациента выписывается талон Национальной службы здоровья, и государство еще расплатит за эту услугу. В парламенте также обратили внимание на эту проблему. Особенно из-за того, что в ближайшее время предстоит самое масштабное увеличение бюджета на медицину за всю историю страны. Сразу на 200 миллионов евро. Мы не можем просто эти деньги отдать здравоохранению, не зная, что они будут использованы по назначению. Бюджет здравоохранения второй самый большой по величине, и если госконтролю он в какой-то части недоступен, это, конечно, очень плохо. Пациенту дату Айсардзи Басликумс надо исправить, дополнить, чтобы и госконтроль мог получать данные по диагнозам. Это особенно актуально сейчас, когда мы вводим обязательное государственное страхование здравоохранения. Всеми также звучат предложения вывести инспекцию здоровья из подчинения Минздрава. Врачей проверять для министерства удобно, а больницу, из которой вышел министр, так получается не совсем удобно. Поэтому мы должны создать модель, при которой бы люди выполняли бы свои функции, в то же самое время не зависели бы напрямую от министра, который бы сказал бы этого проверять, этого не проверять, и мог бы, скажем так, наказывать или, скажем, наказывать за то, что действительно выполнил свою работу и показал о ненациональном исходе использования денег. Там каждому есть свое место. Госконтроль, он берет такие, может быть, целенаправленные, стратегические случаи. Веселий Басинспекция, она уже разбирается в каких-то более мелких частных вещах. Я думаю, что количество контролирующих учреждений в области здравоохранения никогда не будет слишком большим. Парламентарии из-под комиссии по общественному здоровью в разговоре с личным делом отметили. Вопрос о возвращении госконтролю отобранных у него полномочий они вернут на повестку дня уже в октябре этого года. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.